Первую встречу комиссии по обсуждению причин промедления в процессе издания учебника провели в начале июня. Тогда же были даны соответствующие поручения. Сегодняшнее обсуждение прошло в присутствии депутатов парламента, редколлегии и представителей Министерства образования и науки. Создался разговор с президентом республики Павлом Эдуардовичем, и он попросил парламент принять все меры для того, чтобы вопрос создания книги по истории Южной Осетии, чтобы он сдвинулся с места. И данная проблематика будет поставлена на контроле парламента, уважаемые коллеги, и будем планомерно подвигаться по тем вопросам, тем задачам, которые мы ставим перед собой, уважаемые коллеги. Над изданием нового учебника по истории Южной Осетии работают с 2012 года. Сегодня дело национального значения находится уже на завершающем этапе. Однако, как было отмечено сегодня, правовые пробелы в формировании работы комиссий создают дополнительные препятствия. По первому вопросу правового оформления у нас подвижки есть. Мы сейчас только что разговаривали с министром юстиции. Министр юстиции сегодня встретится с Асланом Давидовичем. Будут определены вот эти правовые обличия, в которые должно было быть оформлено создание вот этой книги. Это первое. Второе. Роберт Хазбиевич свяжется еще с Бзаровым и сделает все возможное для того, чтобы идентифицировать создание макета учебников. Как отметил директор научно-исследовательского института Роберт Гоглойте, макет учебника готовят к декабрю этого года. Также было отмечено, что перед полномасштабным тиражированием Минобразования и науки ознакомят с содержанием издания преподавателей истории республиканских школ. Эльвира Дебилова, Арсень Гасси, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня.